Мадагаскарская руконожка Мадагаскарская руконожка или Ай-Ай – единственный современный вид семейства руконожковых, самый крупный в мире ночной примат. Это очень редкая млекопитающая с бурой шерстью, безумными глазами, длинным хвостом и несуразными огромными пальцами. Руконожка обитает на севере Мадагаскара, ведет ночной образ жизни. О систематическом положении Ай-Ай велись долгие споры. Сначала руконожек относили к грызунам, но затем ученые пришли к заключению, что это лемуры особой группы. Местные жители Мадагаскара, мальгаши, никогда не упоминали Ай-Ай в своем фольклоре. Здесь она приблизительно как Волан-де-Морт. Ее настоящее имя на мальгашском науке неизвестно, потому как его боятся называть вслух. Аборигены считают, что убивший руконожку вскоре обязательно погибнет. На самом деле Ай-Ай довольно безобиден. Животное весит около 3 килограммов, длина тела достигает 36-44 сантиметров. Пушистый хвост действительно очень длинный, около 60 сантиметров. Картину дополняют яркие желтые глаза и большие уши. Благодаря последним Ай-Ай очень своеобразно охотятся. Они ищут личинок, обитающих под корой дерева, с помощью эхолокации, постукивая средним пальцем. Затем руконожка прогрызает кору, накалывает добычу на третий палец и отправляет ее в рот. Привет, гуглята! С вами профессор Гуглов. И сегодня я расскажу вам об опасно выглядящих животных, которые относительно безобидны. Журчалка Все мы привыкли к тому, что насекомое в ярком черно-желтом наряде – это оса, и держаться от нее стоит подальше. Но приглядитесь внимательнее. Вот такое насекомое зависло в воздухе, потом резко дернулось в сторону и присело на цветок. Подойдите поближе и присмотритесь. Вместо мощных осиных челюстей жвал вы увидите хоботок с подушечкой на конце, такой же, как и у привычной комнатной мухи. Да и вся голова, глаза, усики – у насекомого мушиные, а не осиные. Уже не опасаясь быть ужаленным, обратите внимание на крылья. Их не четыре, как положено осам, а всего два. Значит, мы встретили необычную муху, подражающую ядовитой осе. Где можно найти журчалок? Лучше всего искать их в солнечный день возле обильно цветущих растений, например, на лугу, там проводят свою жизнь взрослые особи. На цветах они кормятся нектаром и пыльцой, там же отыскивают себе пару, а некоторые и откладывают яйца. Пыльца, в отличие от нектара, который представляет собой сироп из сахаров, – тяжелая пища, и лишь немногие насекомые способны ею питаться. Однако она и более питательна, так как содержит много белков. А последние нужны самкам двукрылых, к семейству которых принадлежит и журчалка, чтобы у них смогли разбиться яйца. Комары и слепни пьют для этого кровь, а вот журчалки и некоторые другие мухи нашли вегетарианский способ решения проблемы. Но, в отличие от вышеупомянутых кровососов, у журчалок белковую пищу потребляют и самцы. МИМИЧЕСКИЙ ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ОСМИНОГ Этого осьминога называют осьминогом-имитатором, или мимическим индонезийским осьминогом. Обитает он в тропических морях Юго-Восточной Азии, а если точнее, то в небольших заливах Малайзии и Индонезии, где вода богата питательными веществами и едой. До 1998 года об этом виде осьминогов не знали, он был обнаружен у побережья острова Сулавеси. Осьминог удивляет тем, что может подражать около пятнадцати видам морских животных, например, скату, морской змее, медузе, морскому анимону, камбале, гигантскому крабу, рыбе-зебре и остальным. Сам осьминог небольшой, вырастает максимум до шестидесяти сантиметров в длину, в спокойном состоянии имеет коричневый окрас с белыми полосами или пятнами. При возникновении угрозы происходят потрясающие перевоплощения. Для этого он с помощью своего тела и щупалец меняет себе форму тела и окраску. Как и все осьминоги, этот вид не имеет какого-либо панциря, и все его тело состоит из эластичных мышц, благодаря чему он может залезть в укрытие с узким входом. Осьминог-имитатор не ядовит, что иногда выходит ему боком, так как он становится легкой и желанной добычей для крупных рыб, например, небольших акул и барракут. Но на этот случай он как раз применяет свои навыки перевоплощения в различных ядовитых животных, например, морскую змею. Гигантская акула Гигантская акула достигает 10 метров в длину и веса порядка 4 тонн. Сплюснутое с боков коническое рыло молодых особей напоминает клюв или короткий хобот. Голова рыбы несколько напоминает голову изможденного слона. Поэтому акула и получила прозвище «акула-слон». Гигантские акулы любят плавать близко к поверхности, выставив из воды спинной и хвостовой плавники. Этот вид обитает в умеренных водах, изобилующих планктоном. Не мигающий взгляд, жаберные щели, серая окраска, форма плавников. То, что жаберные щели больше, глаза мельче, а тело стройнее, чем у белой хищницы, можно понять, рассматривая и сравнивая фото или чучело обеих акул в музейной тишине. Манта Это животное достигает 9 метров в ширину, а весит оно до 3 тонн. Прямо скажем, зрелища впечатляющее. Самое удивительное, что относится он к рыбам. Если быть точнее, класс хрящевой рыбы, отряд с хвостоколообразные, семейство орликовые скаты, род манты. Очень просто объяснить, почему его назвали манта. Конечно, от латинского слова «mantium», что означает «мантия» покрывала. Действительно, это необычное животное похоже на огромное покрывало, повисшее в толще воды. Размеры ската манта определяются по размаху крыльев, то есть по расстоянию от кончиков плавников между собой, а еще по массе животного. Наш герой считается морским гигантом. Он самый крупный из известных скатов. Естественная среда обитания ската манты – умеренные тропические и субтропические воды. Глубина имеет широкий разброс – от прибрежных участков до 100-120 метров. Принято считать, что характеристики организма и необычная форма тела позволяют манте опускаться на глубину более 1000 метров. Чаще всего появление скатов неподалеку от побережьей связано со сменой времен года и времени суток. Так, весной-осенью скаты обитают на мелководье, зимой же уплывают в открытый океан. То же самое происходит со сменой времени суток. Днем животные ближе к поверхности, ночью устремляются на глубину. Телефон Телефоны выделены в отдельный отряд, относящийся к классу паукообразных. Они отличаются своими крупными пидипальпами – вторая пара конечностей у пауков со своеобразными концевыми членниками-клешнями. С их помощью телефоны выкапывают себе норки, хватают добычу и защищаются от врагов. Помимо пидипальп, телефоны имеют еще одно необычное средство защиты – специальные железы, выделяющие едкий секрет. Они расположены по бокам заднего прохода. Убегая от врага, телефоны приподнимают свою хвостовую нить и выпрызгивают секрет, содержащий уксусную и муравьиную кислоту. Эти выделения вызывают сильное раздражение слизистых оболочек, особенно при попадании в глаза. Телефоны достаточно крупные, паукообразные, они вырастают до 7,5 см. За окружающим миром они наблюдают при помощи своих восьми глаз, два медиальных средних глаза и три пары боковых. Всего насчитывается порядка 70 видов телефонов. Представители этого семейства обитают во многих уголках мира – в Центральной Америке, в Юго-Восточной Азии, в Бразилии, Мексике и даже на Дальнем Востоке. Но большая часть видов проживают в Центральной Америке и на Малайском архипелаге. Китайская исполинская саламандра Китайская исполинская саламандра – самая большая амфибия и хвостатая земноводная на нашей планете. Длина тела этого редкого животного может достигать 180 см, а вес – 70 кг. Вид распространен в западных и юго-западных регионах Китая. Наибольшие реликтовые популяции обитают в провинциях Сычуань, Гуандун, Цинхай, Зянцу и Гуанси-Джуанском автономном районе. Они населяют холодные водоемы в горной местности на высотах от 100 до 1500 м над уровнем моря. Чаще всего встречаются в ручьях и небольших реках, немного реже в озерах и прудах. В провинции Цинхай обитает изолированная популяция на высоте 4200 м. Китайские саламандры питаются в основном насекомыми, ракообразными, улитками, червями и другими мелкими видами хвостатых и бесхвостых земноводных. При случае они любят лакомиться рыбной мелочью и не брезгуют падалью. Из-за своей неповоротливости плавают медленно, поэтому чаще передвигаются по дну на своих четырех конечностях. Затаившись у камней, терпеливо ожидают плывущую им прямо в широкую пасть добычу. Рыба-топорик Рыба-топорик, или как ее еще называют «клинобрюшка» – это небольшая морская рыбка. Обитают эти рыбки странного вида на глубинах от 200 метров до 1 километра. У этих маленьких созданий огромный открытый рот и компактные плавники. Свое название эти рыбы получили за характерную форму тела, которое имеет некоторое сходство с маленьким топориком с короткой ручкой, сильно сжатой с боков. Глаза у рыбы-топорика достаточно большие, смотрящие вверх и к тому же телескопические. Все виды рыб, которые входят в это семейство, обладают специальными органами свечения – фотофорами, которые расположены на нижней половине тела группами по несколько штук, а с каждой стороны выстроившись в ряд вдоль брюшка. Устройство фотофоров таково, что зеленый свет, который ранее испускают, направляется вниз, создавая то, что называется противотеневым эффектом. Это делает рыбу-топорик менее заметной для хищников, которые могут находиться снизу от нее. Питается рыба-топорик планктоном и мелкими ракообразными. Гигантская африканская многоножка Гигантская африканская многоножка, или гигантский кефсяк, является одной из крупнейших многоножек, вырастает до 38,5 см в длину и 60 мм в окружности. Количество ног кефсяка – около 256, хотя это число изменяется с каждой линькой, поэтому может меняться в зависимости от каждой конкретной особи. Можно сказать, что у них от 100 до 400 лап. Гигантские кефсяки широко распространены в низинной части Восточной Африки от Мозамбика до Кении, но редко поднимаются в горы выше тысячи метров. Гигантские кефсяки в основном обитают в лесах, но также могут быть найдены в районных прибрежных мест обитания, которые содержат по крайней мере несколько деревьев. Гигантские кефсяки черного цвета часто содержатся в качестве домашних животных. В целом гигантские многоножки имеют продолжительность жизни около 5-7 лет. У гигантских кефсяков есть два основных механизма защиты, если они чувствуют угрозу. Скручивание в тугую спираль, когда выставляется только жесткий экзоскелет, и секреция раздражающей жидкости и спор на их теле. Эта жидкость может причинить вред, если попадет в глаза или рот. Гангский гавиал Гангский гавиал – житель бассейна реки Ганг и ее притоков, протекающих в Южной Азии. Раньше ареал этих крокодилов был более широким, но на сегодняшний момент лишь немногочисленная популяция сохранилась в Индии и Непале. У гангского гавиала необычное строение челюстей. По форме челюстей гавиалов легко отличить от аллигаторов и настоящих крокодилов. Они очень узкие. Их длина превышает ширину их основания почти в 5 раз. У детенышей эта разница меньше. Такая форма челюстей объясняется охотой на рыбу. Челюсти встречают малое сопротивление воды, благодаря этому гавиалы легко ловят ими добычу. Зубов у гавиала больше, чем у всех других крокодилов, до сотни, зато они значительно меньше, чем у других крокодилов. Они длинные, тонкие и острые, расположены несколько косо вершинами вперед и вбок. Из таких челюстей рыбе трудно вырваться. Этим гавиал отличается от большинства других крокодилов, которым нужны большие мощные челюсти для охоты на крупную или хорошо защищенную добычу. Длина тела у гавиалов достигает 5,5 метров. Это настоящие гиганты. Женские особи этого вида немного мельче, примерно 3,5 метра. Самый большой известный гангский гавиал имеет длину более 6 метров.